К другим темам. Самый большой в стране термальный комплекс и бассейн с волнами. Будущий новосибирский аквапарк это не только огромное разнообразие аттракционов, но и уникальные технологии. Например, арочный свод целиком сделан из дерева. Юлия Федосеева окунулась в подробности грандиозной стройки. С виду обычная горка, но здесь есть специальный капсул, где человек попадает, его вращает на 360 градусов и он летит дальше по трубе. Здесь мы видим стартовую площадку, самая верхняя зона старта. Это на высоте 18 метров горка от полу. То есть человек будет проскакивать на нее, делать мертвую петлю и улетать в полную лоток. 150 аттракционов, 70 джакузи и гидромассажей, спа, бары, кафе, рестораны, гостиницы и многоуровневая парковка на 500 мест. Новосибирский аквапарк будет самым большим круглогодичным водным парком в России. Комплекс разместят на территории 65 тысяч квадратных метров. В нем одновременно смогут находиться 3000 посетителей. Река Опь будет с этой стороны, вход в отель будет со стороны реки Опь, вход в аквапарк со стороны улицы Яринской. То есть вот здесь мы увидим входную группу аквапарка, через подземные, в подземном этаже будут расположены раздевалки, и уже из них будет выход наверх в водную зону, где будет волновой бассейн 1000 квадратных метров, система горок, основных тут мы видим всякие джакузи, аттракцион «Медленная река». Вот здесь у нас детский аквапарк, вот это у нас термальный блок, где будут собраны все виды бань, саун. Диаметр аквапарка будет больше, чем диаметр Новосибирского оперного театра – 80 метров, высота до 50 метров. И уникальное строение купола – единственное за Уралом. Несущие конструкции купола, как ни странно, деревянные, еловые. Они пропитаны специальным огнезащитным и водоотталкивающим составом. Строители говорят, что сегодня это самая современная технология, и дерево с такой пропиткой прослужит гораздо дольше, чем металл. Несмотря на сложности с курсом рубля, работы на объекте активно ведут. Уже залито 25 тысяч километров бетона. В планах еще 10. Сейчас главная задача – подключить коммуникации. Мы к осени должны закрыть полностью контур, подготовиться к запуску тепла и запустить тепло в отрицательных температурах, зайти с отделкой уже непосредственно вовнутрь. Дальше что будет происходить? Оделочная работа. Оделочная работа и подготовки персонала непосредственно. Уже непосредственно здесь монтаж, уже полный монтаж будет аттракционов, то есть уже с канадской, с турецкой стороной, с пахом, мамой и так далее. На объекте и сейчас трудятся турецкие рабочие. В сезон количество строителей вырастет до 300. Часть работ доверят студентам. Заработать смогут бойцы новосибирских строотрядов. 80 человек, да, зарплата не менее 20 тысяч рублей гарантированная. Мы определили пока две площадки. Первая – это отмостка на набережной, 3000 квадратных метров. И второй вид работ – мы будем планировку земли делать, там огромное количество земли. Я думаю, нам на все лето хватит ее возить, планировать. Рабочие места появятся и после открытия аквапарка. Водные аттракционы, гостиницу и развлекательный комплекс будут обслуживать больше 300 человек. А власти уже планируют, как обеспечить подъездные пути к парку. Схема движения изменится. Подъезд и с этой стороны вдоль, и с той стороны за основной нашей трассой с Димитровского моста. Там вот мимо тех, но строящихся домов. Поэтому все отрабатывается, я думаю, максимально удобно будет. Сложность она не создаст для транспортных инфраструктур, но максимально, чтобы здесь было удобно, вот это сейчас дорабатывается. Открытие аквапарка намечено на конец следующего года. А вот конкурс на самое лучшее название объявят уже совсем скоро. Юлия Федосеева, Антон Мамаев, Новости ОТС.